Здравствуйте, меня зовут Попов Айтел, я ученик 9 класса Жуксаванской средней школы Татинского Улуса. Тема моей работы – сравнительные исследования аласных земноводных в окрестностях села Барбу Татинского Улуса. Земноводные, своеобразные позвоночные животные, развитие которых проходит без родышевых оболочек. Введение в содержание, обучение в кружках и на уроках биологии материалов о местных обитателей Аласа. Цель – сравнительные исследования аласных земноводных в селе Барабу Татинского Улуса путем изучения питания, измерения веса и длины тела для определения возраста. Задача – анализ литературных источников и наблюдения за земноводными. Выбор методики сбора и учета информации о земноводных. Организация длительных наблюдений по поведению земноводных в естественной среде обитания. Разработка заданий использования материалов с организацией самостоятельных наблюдений, практических работ, посредственно в период ввести их в содержание, обучение в зимний период во время кружков и на уроках по биологии. По самому повысить уровень знаний, интерес к родной природе и более высокую степень усвоения учебного материала. Наши наблюдения через 2 июля проделены по 6 июля 2017-2020 года. За этот промежуток времени мы исследовали два водоемных окрестностя Аласа, Танкатай и Береху. В результате всего было создано 60 сибирских лягушек и 12 сибирских углозубов. Углозубов нашли у заболочных мест по корякой лягушек по краям заболочных мест и по берегам водоемов. Карты местности, где проводились исследования земноводных. Возрастные показатели сибирской лягушки в 2018 году, в 2012 году, в 2020 году. Возрастные показатели сибирских углозубов в 2017 году, в 2019 году сибирских углозубов не было обнаружено. Общие показательные количества сибирских лягушек в сибирских углозубах. Показательные численности по годам земноводных. Сибирских лягушек в Волосе Береху с щеком нашли 44 штучек, сибирских углозубов 8. В Танхатайе за три года мы нашли 16 сибирских лягушек и 4 сибирских углозубов. В заключение, нами были разработаны задания использования материалов с организацией самостоятельных наблюдений практических работ во время летнего экологического лагеря БИОС и введения в содержание обучения во время работы в кружках и на руках биологии. И пришли к следующим выводам. По итогам сравнений двух аласов наиболее большое количество сибирских лягушек и сибирских углозубов мы обнаружили в аласе БИОС, по сравнению с аласом Танхатайе. По пространственному распределению сибирская лягушка обитает в водоемах и около них, также по краям заболоченных мест. Большое количество обитает на открытых и хороших проигрываемых местах, это связано с ранним размножением. Питание зависит от флора водоема с уточного цикла и от погоды. Земноводные питаются различными беспозвоночными заболеваемыми поверхностями почвы. Спасибо за внимание.